Крики женщин и плащ детей, выстрелы и взрывы. Фашисты пригнали на железнодорожную станцию жителей соседней деревни. Мальчишек и девчонок они кидали в вагон для отправки в концлагерь. Бабушек и матерей заперли в избе, чтобы сжечь. Но чиркнуть спичкой им не дали внезапно появившиеся партизаны. Так начинался сюжет реконструкции, которую подготовили участники военно-исторического объединения 1945. Этот случай действительно написан в книгах, причем в нем принимал участие будущий житель нашего города. Мы этот сюжет нашли, раскопали. Даже фильм был снят на этот. Но его, собственно говоря, на фоне всего этого построили. Всего в реконструкции приняли участие более ста человек. Деревенских жителей изображали добровольцы из Сарова. В роли красноармейцев, партизан, солдат вермахта выступали члены различных военно-исторических клубов из Казани, Нижнего Новгорода, Сарата, Владимирской области. Каждый приехал со своим оружием. Автоматическое оружие, пулеметы все времен Второй мировой войны. То есть у нас все аутентичное, все правильное. Настолько, что добиваемся всего честности. Железно-дорожная станция переходила из рук руки несколько раз. Выбив из нее партизан, фашисты тут же стали обороняться от наступающих бойцов Красной Армии. Автоматные очереди сменялись оглушительными взрывами гранат и пушечных снарядов. Зрителям тоже довелось понюхать пороха, когда ветер уносил дым с поля боя в сторону леса. Все как по-настоящему. Здорово. Громко все. Уши закладывает. Этот тот живой. С забора не слетел. Нравится. Хорошо. Интересно. Подготовка реконструкции заняла почти год. По задумке организаторов, все детали военного обмундирования должны соответствовать той эпохе. Кирзовые сапоги, вещмешок за плечами, саперная лопатка. Экипировку партизан подобрать гораздо проще. Партизан это не так сложно в общем-то реконструировать, потому что практически здесь присутствуют как элементы военной униформы, так и гражданской одежды. Достоверности происходящей реконструкции добавляла военная техника. Офицеры и солдаты обеих армий передвигались на мотоциклах и машинах времен Великой Отечественной войны. Автомобили, не задействованные в реконструкции, были представлены на выставке ретротехники, где каждый из желающих мог их детально рассмотреть. Подготовка следующей реконструкции начнется практически сразу. Несколько дней отдыха и участники будут искать подходящее событие Великой Отечественной войны. Писать сценарий и готовить декорации. Елена Горецкова, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24.